Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы поговорим о правилах стиля, которые на первый взгляд могут показаться глупыми, но если вы вникнете в их суть, то заметите, что логика, стоящая за ними, довольно обоснована, и эти правила действительно очень даже хороши. Этот вопрос появился в моем сообществе на Фейсбук. В нем сейчас тысячи мужчин, и они задают очень крутые вопросы. Порой они прямо отмечают меня под вопросом. И знаете, я подумал, нет достойного объяснения. По некоторым правилам уже есть видеоролики, я оставлю ссылку на них под видео. Правда, в этих роликах я отвечал на вопросы, но не объяснял причину почему. Я понимаю, что многие из вас, ребята, сейчас на пути, чтобы выглядеть лучше, и вы хотите разбираться и понимать, почему следует соблюдать эти правила, и почему это руководство имеет значение. Надеюсь, что после того, как вы посмотрите это видео, вы поймете, что иногда следует соблюдать правила, а иногда их стоит нарушать. Особенно, когда вы поймете логику, когда что следует применять. Правило номер один. Оставляйте нижнюю пуговицу пиджака расстегнутой. Основное правило пиджака с двумя пуговицами – это всегда оставлять нижнюю пуговицу расстегнутой. Эти правила я рассказываю в этом коротком видео. В нем я говорю о правилах и деталях более подробно. Буквально за две минуты я рассказываю обо всех правилах, но вот чего я не упомянул в нем, так это причина почему. Кто-то считает, что это пошло от английского короля, который так делал, и все начали за ним повторять. Эта причина даже не имеет смысла и не отвечает на вопрос, почему мы так делаем. Настоящая причина, по которой мы не застегиваем пуговицу, заключается в том, что так сделаны пиджаки. Они выглядят лучше на мужчине, когда он носит его не застегнутым. Просто они так пошиты, чтобы хорошо сидеть на вас. И силуэт, который они создают, помогает выделить вашу грудь и плечи. Они делают талию тоньше, когда вы застегиваете вторую пуговицу. Это если на вашем пиджаке есть три пуговицы. Также на двубортных пиджаках. Все эти правила я объясняю в моем другом видео. Но самая главная причина, которая стоит за этим, так это потому, что так выглядит намного лучше, когда мы соблюдаем это правило. Правило номер два, которое может показаться очень глупым, но оно действительно работает. Это не подбирать ваш карманный платок под ваш галстук. Я знаю, что многие из вас сейчас, наверное, заходя в магазин, говорят, «Хэй, я хочу купить набор в подарок, и чтобы они подходили друг к другу». Галстук и платок. Может, из одной ткани. «Антонио, почему я не могу носить их вместе?» Вы смотрите в зеркало и говорите, что вам вполне нравится, как они выглядят. Что ж, причина, по которой следует соблюдать это правило и не подбирать одинаковый галстук и платок, проста. Вы хотите продемонстрировать немного креативности, что подталкивает вас к новым цветам и новым комбинациям. И мне кажется, что получить комплимент по поводу галстука и платка по отдельности намного выше, чем когда галстук и платок одинаковы. Когда я вижу одинаково подобранные платки и галстуки, то я вижу отсутствие креативности, что просто человек одел то, что ему продали в магазине. Правило номер три. Тратьте на вашу обувь столько же, сколько бы вы потратили на ваш костюм. Многие посмотрят на это и скажут, «Антонио, это же глупо. С какой стати я потрачу на туфли 500 баксов?» Конечно, я могу потратить эти деньги на хороший костюм. Мне его сделают под заказ, из хорошей ткани, под мои мерки. Все это имеет смысл. Костюм накрывает большую часть вашего тела. Но зачем мне тратить столько же денег на туфли? Туфли – это финишная часть. Потому что, когда мы смотрим на мужчину сверху вниз, то мы останавливаем взгляд на туфлях. Исследование за исследованием показывает, что как женщины, так и мужчины, когда смотрят на образ, то по обуви выносят решение о внешнем облике человека. Интегральная сцепка. Думайте об этом, как о цепи. Если вы потратили 500 долларов на костюм, то вам стоит пойти и потратить примерно столько же. Вы, конечно, можете потратить и больше, но я рекомендую потратить примерно столько же, либо даже чуть меньше. Скажем, 300-350 долларов заложить в бюджет именно для покупки новых туфель. Почему это важно? Потому что вы хотите, чтобы ваш образ в целом выглядел шикарно. А что вам уж точно не надо, так это надеть ваши старые туфли за 50 долларов под костюм за 500. Потому что кто-то точно заметит эту деталь и подумает о том, что эти две вещи абсолютно несовместимы. Они выглядят неподобающе по качеству. А это уже очень плохо, потому что разрушает весь внешний вид. Именно этого джентльмена необходимо избегать. Разрушение образа. Правило номер четыре. Никогда не разделяйте костюм. Это то правило, которое, я уверен, многие мужчины могут нарушить, если у них есть множество костюмов, если пиджак подходит к джинсам или различным брюкам из гардероба. Но это правило существует, чтобы защитить тех мужчин, которые только начинают. Я скажу вам почему. Многие ребята, например, покупают себе темно-синий костюм, и он им очень нравится. Они себя прекрасно в нем ощущают. И они думают, «Хорошо, я попробую надеть этот темно-синий пиджак с джинсами, или надену эти брюки с рубашками, и не буду надевать пиджак». И наступает момент, когда они отправляют пиджак и брюки в чистку по отдельности. У них изнашиваются брюки, или они сажают пятно на пиджак. Это все ведет к тому, что они просто уничтожают свой единственный крутой костюм. А костюм необходимый иметь для экстренных случаев. Кто-то умер или, наоборот, женился. Или просто будет случай, когда вам надо будет появиться в лучшем виде, и вам потребуется один темный костюм, чтобы он хранился в резерве. Так что, если вы разделите ваш костюм по каким-либо причинам, это может стать проблемой. Если вы уже не новичок, и у вас есть больше костюмов, это вполне нормально. Так что это правило для тех мужчин, которые только-только начинают носить костюмы. Чтобы не было ситуации, когда штаны постирали 10 раз, а пиджак ни разу. Иначе будет видна разница в ткани. Правило номер пять. Никогда не носите рюкзак с костюмом. Это правило создано специально для того, чтобы защитить ваши пиджаки от повреждений. Когда вы носите рюкзак на плечах, в этом месте у вас есть плечики из пены или хлопка. Зависит от состава тканей и пошива пиджака. И когда вы носите рюкзак, то он врезается лямками прямо в эти места, что ведет к повреждению как снаружи, так и внутри пиджака. Обычно это происходит даже незаметно. Просто в один день вы замечаете, почему у меня пиджак свисает с плеча, откуда взялись эти следы, или почему ткань начала портиться. Именно для избежания таких ситуаций и существует это правило. Я понимаю, что многие из вас живут в городе, и что вам надо с собой носить книги или компьютер, и что вы любите ваш рюкзак, и вам все равно. Я понимаю это. Так что, если вы в любом случае будете носить рюкзак, то выбирайте самые лучшие модели. Я оставлю тут ссылку на одних ребят. Джейл Роуп. Ребята, я пользуюсь их рюкзаками. Этим летом, когда я с семьей путешествовал по Нью-Йорку. Это замечательные рюкзаки. И вот в чем секрет. Если вы берете рюкзак, когда надеваете пиджак или костюм, то просто снимите пиджак, сложите, я оставлю ссылку под видео о том, как складывать пиджак, чтобы сложить его в рюкзак. Делая так, рюкзак будет на рубашке, а ее не может сильно навредить, так как у нее нет этих плечиков. Таким образом, пиджак будет цел и прослужит гораздо дольше. Правило номер шесть. Галстук должен заканчиваться на уровне пряжки от ремня. Причина существования этого правила заключается в том, что нам не нужен свисающий галстук, который будет привлекать внимание к промежностям. Потому что цель галстука – это привлечь внимание к вашему лицу. И если этого не происходит, то тогда он не справляется со своей работой. Если галстук слишком короткий и пропорции нарушены, то это выглядит комично. Так что очень простое правило. Я знаю, что многие ребята очень ленивы, чтобы перевязать галстук, чтобы он был нужной длины. Если у вас есть вопросы на эту тему, то в этом видео по ссылке, как завязать галстук, мы расскажем о том, как подобрать идеальную длину. Последнее правило – подбирайте ремень к брюкам. Если у вас темные брюки, то подберите и темный ремень. Если у вас светлые брюки, то наденьте и светлый ремень. Это правило для начинающих. Если вы понимаете, что вы делаете, то вы можете все изменять и поступать как вам угодно с вашими ремнями. Но я думаю, что стоит, конечно, подбирать кожу к коже и металл к металлу. Но это правило подбора ремня к брюкам очень важно понимать, потому что оно обеспечивает монохромный образ, по которому наши глаза могут ходить вверх и вниз. А для мужчин, которые хотят казаться выше, это самый лучший способ. Представьте парня, который одет в светлую рубашку и светлые брюки, но у него темный ремень. Что это с ним делает? Это делит его напополам. А этого мы пытаемся избежать. Именно для этого и существует данное правило. Это позволяет взгляду ходить вверх и вниз. Ладно, ребята, на этом все. Пишите в комментариях, какие правила я мог упустить, которые вы считаете, что на первый взгляд глупые, но если вдуматься, то они очень даже логичны. И не забывайте, что у меня есть десятки бесплатных электронных книг на моем сайте RealManRealStyle. Я постоянно меняю их, что-то добавляю, что-то убираю. Так что, если вы еще не заходили на сайт и не смотрели, обязательно зайдите и скачайте несколько книг, потому что сейчас вы можете скачать их бесплатно. На этом все, джентльмены. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok